Материалы расследования о крушении Ми-8 в Ненецком округе переданы в МАК для экспертизы. Напомним, трагедия произошла 7 декабря в двух километрах от места взлета вертолетные площадки месторождения имени Трепса и Титова компании «Башнефтьполюс». Всего на борту находились 7 человек, трое членов экипажа и четверо пассажиров. Два человека погибли на месте. Это член экипажа и пассажир. На сегодняшний день члены Межгосударственного авиационного комитета завершили все работы на месте авиакатастрофы. На месте аварии проведен осмотр фрагментов вертолета. Специалисты взяли пробы топлива и масла, а также средства объективного контроля, записи параметрической и звуковой информации, то есть внутрикабильные переговоры экипажа. Добавим, что сегодня комиссия отрабатывает три основные причины трагедии. Три направления. Человек, техника и среда. Под этим подразумеваем. Человек – это всевозможные действия членов экипажа и так далее. Все, что связано с человеческой деятельностью, техника – это будут исследованы все возможные варианты исправности и неисправности авиационной техники и так далее, всех его агрегатов. Среда – это воздействие внешней среды, в том числе и метеорологические условия. Все эти факторы будут исследованы, проанализированы. Все материалы, собранные членами комиссии на месте крушения Ми-8, уже переданы в Межгосударственный авиационный комитет для проведения экспертизы и установления причин катастрофы. В настоящее время делать какие-то выводы от причин еще очень рано. Выводы будут сделаны комиссией после полного детального исследования средств объективного контроля. Технические неисправности мы рассматриваем, но конкретно сказать ничего не можем, потому что это будет после всестороннего анализа имеющихся у нас данных, в том числе и по отобранным пробам горюче-смазочных веществ из двигателей, работающих на этом вертолете. Добавим, что в связи с катастрофой возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».